Всех приветствую на своем канале. Это видео частично анонсировано еще в инстаграм, если вы на него подписаны, или же если вы подписаны на мою страницу вконтакте, то бишь страницу не меня, а не канала, то вы в принципе видели. Это видео будет посвящено слегка книжкам и слегка конкурсу, который я решила провести на своем канале. Конкурс с призами, соответственно, вот этими вот. С призом, с тремя книжками замечательными. Новые совершенно книжки. За исключением на двух из них тут подпись Люли. Но я думаю, вам же это как бы приятно будет получить не только книжку от меня, но еще и тут как бы мой автограф. Эти две книжки мне достались за какие-то конкурсы, проводившиеся библиотекой имени Сурикова у нас в городе. То ли краеведение, то ли литературного, я уже точно, откровенно говоря, не помню. За давностью лет, 2009 год. И вот эта замечательная книжка, которая у меня, еще сколько я из себя помню, по мне, так она практически вполне себе новая. На ней единственное, что печать нашей личной библиотеки, но это уже так, потому что она была в личной библиотеке. В общем, как я уже поняла, это третий у меня конкурс на канале. У меня 4500 с хвостиком подписчиков. Спасибо, что меня смотрите. В общем, что хочу сказать. Допустим, конкурс рыпостов. Рыпосты имеют свойство удаляться. Как я заметила по прошествии двух конкурсов, которые я уже проводила. Рыпосты, допустим, с подписью, с каменным, там, зачем вы меня смотрите, или что-то в этом роде, в основном это идет лесть. Я, конечно, никого не хочу обидеть. Хочу, хочу. Обижаю, обижаю. Но лесть, конечно, она приятная человеку, приятная глазу, телу и тому подобное, но она все-таки лесть. И обычно эта лесть идет с рыпостами, которые потом удаляются после конкурса, особенно если человек ничего не выиграл. Ну и так как это у нас, я еще делала опрос, у нас там, по-моему, 5 человек за, 3 человека против, один из них я, но мне тупо надо было узнать, кто там за, кто там против. Я же не могла выбрать пункт. Да-да, я хочу Лёлькину книжку, я же и есть Лёлька. Нет, я буквы знаю, и книжки я читаю. Ну, 2 человека, там, оказывается, человек, еще кто-то из Углича проголосовал. Запротив того, что я еще так удивилась, кто-то из Углича на меня подписан, да еще и мою страницу, так сказать, шестерит, мониторит или как там читает. Ну, удивительно вообще. Привет человекам из Углича, если вы такие имеете. А, имеются, оказывается. В общем, я решила такие условия предоставить. Ну, во-первых, он будет проводиться по России. Среди людей, которые физически находятся в России на данный момент, и вообще там прописаны и тому подобное. Также среди людей, которым уже стукнуло 18 лет, они имеют при себе паспорт. Я понимаю, что у нас в России паспорт получают с 14 лет, но так как я не совсем уверена, что все три книжки подходят под возрастной цензор, то, соответственно, будут ограничения с 18 лет. Если там кто-нибудь мне напишет, что я из Казахстана или вообще там ближайших республик, ребята, вы меня не спонсируйте, я все это делаю за собственный счет. И, в принципе, как бы хозяин-барин захотела, устроила, не захотела, не устроила. Ну и еще, основные условия, если вы ходите под возрастной центр, точнее, если вам уже есть 18, и у вас есть паспорт гражданина Российской Федерации, если вы физически находитесь на территории Российской Федерации, то остальное для вас, я думаю, труда не составит, потому что если вы любите книжки, то, естественно, вам, как бы вот те, кто там отметился, один даже человек из нашей команды, я так удивилась, я думала, у меня кроме япониста вообще никто не читает там на моей этой странице ВКонтакте. Удивляюсь даже, когда он-то читает. В общем, условия так и вы будут. Да, обзор книжек тоже будет. Надо будет назвать любимого автора, произведения и героя из этого произведения и написать, почему именно вот этот вам герой нравится. Или же, я просто подумала, что, допустим, я авторов аниме не запоминаю, учитывая, что там режиссер, значит, кто-то там придумывал костюмы, кто-то там придумывал еще что-то, кто-то там придумывал ведьму Мадокин дизайн. Или же любимое аниме и героя из этого аниме и почему этот герой вам нравится. Ну, я думаю, ничего сложного. Или же также любимое манго, можете даже автора этой манги написать, потому что обычно у манги как бы стабильно один автор в большинстве случаев и любимый герой из этой манги. Я думаю, ничего сложного, если вы люди читающие, то вам особого труда не заставит. Вот, конечно, это все определяться методом тыка случайных чисел на Лиза Нейтер или как-то так, насколько помню, наверное, на последнем моем, предпоследнем, втором моем конкурсе, мне кто-то в комментах скидывал, что можно там вот именно по ней, там как-то по комментариям определить. Или же, как я первый раз определяла, рендомным, на сайте рендомным, копирую, значит, файлик этих вас, ваши имена там, да, списочек составляю, копирую это все на сайте по ссылочке в определенное окошко, на кнопочку и вот, вуаля, кто там первым местом занялся, тот, значит, и победил. Как-то так, в общем, или так, или так, я еще не решила, но, в принципе, что там и там, оно идет рандомно. И такой момент, подписанным на меня совершенно не надо быть, в принципе, в том плане, что, ну, вы можете быть у меня в друзьях, друзья после этого видоса просмотра совершенно не надо ко мне добавляться, потому что я оставляю людей в подписке, у меня в друзьях добавляю исключительно тех, кого знаю в реале или из Рейндроупс, как бы из команды, да. Совершенно не надо подписываться на мою страницу ВКонтакте, посвященную этому каналу. Совершенно не надо подписываться на меня в Инстаграм, я не гонюсь за подписчиками, потому что конкурс прошел, вы ничего не выиграли и большая часть людей обычно отписывается. Это я тоже уже просекла, такую фишку, я таким не страдаю, потому что, ну, я как бы и не выигрываю. Один раз единственный, когда я вопила, что, ой, мне не везет в лотерее, я выиграла зонтик с наклейкой «Единая Россия» на сборище нашего форума улического. В 2007 году было, слушайте, 10 лет назад, у меня этот зонтик долго жил, правда, у меня все стебали, что вот ты ходишь с зонтиком, на котором ядро. Ядро, ядро. Ну да, «Единая Россия». Ядро же сокращенно. Там медвежонок такой был, сегодня такой крутой зонтик с деревянной ручкой, тростью, и вот меня все троллели, ё-моё. Завидовали, шули. Иначе не сказать. Уж зонтик очень крутой был. Единственный раз я выиграла что-то. Вот таким методом ты катал по лотерее. Короче говоря, вам тупо надо быть 18 лет от роду и больше жить на территории Рашки, России, находиться на ней, на её территории физически, назвать автора произведения и героя, книжки, манги или аниме. Соответственно, в аниме не обязательно там автора, как я уже говорила, и написать это, соответственно, в комментариях под этим видео, либо же, когда я его репостну на страницу свою в ВКонтакте, под этим видео и моим репостом на моей странице в комментах. Ну и, соответственно, коммент не удалять. Удалите коммент финитая комедия и считайте, вы не участвуете. Не удалять этот коммент даже после того, как конкурс пройдёт. Потому что, в принципе, у меня страница открыта, там может любой прийти и оставить коммент. Ну и после, в общем, на весь этот конкурс, я думаю, недели хватит, хотя понедельник вроде уже заканчивается, да, и я вообще хотела записать видос пораньше, но у меня не получилось пораньше. Воскресенье вечером, там, ну давайте в 19.00, мало ли куда меня там чёрт унесёт. Бог унесёт, как бы сама унесёт, куда кто-нибудь меня там унесёт, да. В общем, чтоб так, это среднее репетическое. Воскресенье вечером в 18.00, сегодня у нас 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00. 24 сентября в 19.00 по Москве конкурс заканчивается. Я копирую вас всех там в этот файлик и закидываю на рендом и, соответственно, уже это снимаю на видос. Даже не буду монтировать, будете видеть мои трясущиеся лапы, если вам повезёт, или же поставлю это на штатив и тупо повожу камерой. Потом закидываю на ютуб и вуаля, вы там узнаёте, кто вы есть. Чисто почему делаю вот так, чтобы в воскресенье, потому что, чтобы я смогла, допустим, кому-то отправить это в понедельник почтой России и уже не париться, потому что вполне возможно, что-то опять с вами на дачу. Ну, а теперь про книжечки. Книжечки. Ну, видно, да, вот это, хранители. Наш этот любимый толкин, в честь, или точнее, благодаря которому я получила, погоняла Айве от толкинистов. Хранители, летопись первая из эпопеи «Властелин колец». Перевод с английского. Сейчас я даже скажу, какого сие года счастья. Я думаю, что это раритетная книжка, можно сказать. Так. Ну, как бы перевод на русский и первое издание 1988-го, а потом уже 91-го переиздание. 496 в стране. Слушайте, такой книжкой можно кому-нибудь... Можно никого-нибудь. Книжка все-таки не надо. В общем, вот такая замечательная книжка. Я думаю, содержание вам говорить не надо. Честно признаюсь, я читала только «Хоббит туда и обратно». Эту я начала читать, и что-то меня не хватило. Фильм. На фильме я честно засыпала. Точнее, я честно признаюсь, что на фильме стабильно засыпала, чем обижала свою тогдашнюю подружку, которая меня, Айвей и обозвала. Ибо крылатые эльфы у них почему-то не котировались в этом клубе толкинистов. Вторая книжка. Это у нас Гоффман. Название «F.N.Labyrinth безумия». Посвящена она Ницше, Фридрику Ницше. Если вы к ним ровно, неровно, ну, не знаю, дышите, не дышите. У меня вообще такая тема была в своё время. На каком-то там курсе нашего педа культурологического я там линию проводила. Вообще, её, по-моему, проводила ещё изначально в Кульке. Я считаю, что сначала будет Диоген, а потом все вот эти вот пошли. И Ницше в том числе. Ну, вообще, даже я ещё считаю так, что Исидор Дюкас, он же Латрианон, да, вот, «Песни Мальдорором», его произведение. Это тоже сначала был он, а потом уже всякие такие от него. Ну, как бы, первый панк, это был Диоген. В общем, вот такая замечательная книжка. Кстати, по-моему, питерское издание. Да, Санкт-Петербург, Крылов, 2006 год. Тоже достанется кому-нибудь из вас. Тут у нас почти 300 страниц. Вообще, пронумеровано только 281-я, хотя тут ещё что-то есть. Ну и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сирия, это, по-моему, внеклассная история. Я её вне классическую литературу чуть было не переделала. В общем, ещё одна книжка. И вот такая замечательная книжка. Честно сказать, я её не читала. Что-то меня тогда не пёрло на славянское фэнтези, славянское фэнтези тогда меня уже попустило. Я считаю, что это славянское фэнтези, вполне себе такое славянское, вполне себе такое фэнтези. Автор у нас Елизавета Дворецкая. Интересно, Юрия Анатолия или сюда им? Щит-побережье. Серия Щит-побережье и это у нас Восточный ворон. Я так поняла, что это первая книга в этой серии, подсерии даже. Цикл это у нас Корабль во фьорде. Серия Щит-побережье и первая книга Восточный ворон, а вторая книга Вгруждающий огонь. Но у меня только первая книга. Тоже, кстати, издательство Питерское. Санкт-Петербург, Крылов, но уже 2008 год. Ну и такая конкретная славянская фэнтези. Вот чисто по аннотации она мне почему-то напомнила Трое из леса, Волкодав и даже немножко Роберта Сальвадора темный рек. Ну, с другой стороны, у меня тоже такие странные ассоциации. Вот смотрите, такая вполне себе славянская картинка. Но я думаю, если вы любите вот такое вот фэнтезийное, немножко историческое, опять же, фэнтезийное, но мне кажется, такой нормальный набор, оно как-то вот сочетается. Чисто мне так кажется, что оно сочетается, то я думаю, ну, вообще-то среди людей читающих конкурс такой, потому что чисто я посмотрела, там у меня думала, или вообще никто не отметится в этом опросе, или как-то так. Ну и да, вот сумбурный такой видос, как обычно, готовилась целые сутки, готовилась больше. Думала, раздумывала, там, условия какие, вот чё, как. Ну и, соответственно, условия, конечно, я подпишу в инфобоксе, потому что у меня тут такой поток сознания, можно чё-то потерять. Ну вот, если выполните все три вот этих условия, то ваш камень будет засчитан, будь он под видео на моём канале на ютуб, в смысле, вот на прямом, вот чисто на ютубной страничке под этим видео, там, ваш камень, да, или же будь он размещен в Воконтакте. Вот такие дела. Спасибо всем за просмотр всего видоса и до новых встреч. Пока!